Женя тестирует Хорошо волну режет Я уже 5 раз это повторил Ну классно На волну зайдем после парохода Мягко идет по волне И нет такого бумканья Против течения идет Обороты 6000 Максимальный газ 44-45 Скорость Сейчас развернемся Ой, тортик разошелся Сейчас вниз посмотрим скорость 56 Это вот волна После того, что он качал Мы как раз по волне скакали Вот первое впечатление к винтам 475-й мотор Тахатсу 60 Трехцилиндровый Легенький моторчик Какой же там винт стоит Не помнишь? Нет, по-моему 15 Я тоже не помню Посмотрим Посмотрим, напишем какой винт Обороты При триммировании лодки Когда она максимально разгоняется Обороты как раз доходят до 6000 Отсечки нету Двигатель не пищит Тахатсу у него что интересно При отсечке оборотов Сразу же писк Писк происходит Поэтому винт по оборотам Подобран как раз Идеально То есть лодка намного То есть она по волне не брямкает То есть очень глухо Волну проходит И конечно Келеватость тут больше И она волну Более спокойно режет И не шлепает по волне Вот такое первое ощущение Но лодка сама по себе большая Тяжелая 475 И у нас скорость получилась На этом моторе Вниз по течению 56 км в час Вверх по течению 45, да? 45, по-моему 45-46, по-моему Км в час Вот такие скорости Ну про лодку Про саму лодку Мы делали обзор У нас он есть отдельно На нашем канале Можно посмотреть А сейчас же мы выезжали Именно протестировать Ее на воде Ход понравился Что еще Вот сразу же Вот мы с берега заходили Очень неудобно заходить Через это сиденье Приходится скакать Потому что На берегу Достаточно грязно Песок Чтобы не замарать Приходится скакать Вот это вот сразу же неудобно Стоит Рульс Для покатного якоря Скрыта установка лебедки Спинкодержатели Борика Стоят Пульт для лебедки Это стандартные Органы управления Это уровень бензина Дальше И мойка У нас здесь сделана Еще мойка Вот смонтировали Мойку Обычно мы их сюда ставим Вот мойка Вот коннектор Мы рассказывали Где-то в отдельном видео Как сделать Как сделать Очень-очень Недорогой Коннектор Для помывочного Комплекса Найдите У нас где-то мы Про волжанку Рассказывали И там все это Вот описано Вот эти вот Фитинги Ну тут своеобразная Такая Задняя лавка Задний рундук Вот моторчик Стоит фильтр-сепаратор Мотор тихий Интересные очень Клинолины Он маленький Конечно Здесь клинолин Но было бы Если бы сухо Вот туда Сюда можно садиться Ноги туда И рыбачить Вот это мне Владельцы Квинтарса Рассказывали Что здесь Очень удобное место Для рыбалки Садишься Ножки поставил На клинолин И удобно Рыбачить Лодка Широченная Здоровенная Конечно Она прям Очень большая Хоть и 475 размер Прям корабль Корабль Ну а остальное Стандартный набор Не буду повторяться Потому что Обзор у нас есть На сайте Я постараюсь Прикрепить ссылочку Постараюсь Не забыть Вот эти очень удобные Стоят Когда стоишь Ну и сейчас Еще раз прокатимся Костя у нас За штурвалом Он как владелец 46-й Волжанки Расскажет нам Свои впечатления Вот делеватность Чувствуется Здесь угол Поострее Ага Делеватность Больше Да Ведет себя По-другому Но волну Режет Да Волну Мягче Идет Болевая И у нее Такие ярко выраженные Реданы Она прям Вот Где вот эти буруны В воде Она прям Вот Прям по ним Гуляет Чувствуется Что она Очень Врезается В воду Килям Да? Почувствовал Как она виляет? Да, есть Виляет А ее прям Сносит Потоками воды А ты ее прям Подколбашиваешь Сначала Необычно Но привыкаешь Да Потом поедем На Солари Без стекла Вот офигеем Углы дает Круче делать Чем волженка Врезается Да? Врезается Ее Сноса Вообще Нет Что менять будешь Лодку? Нет Скажи Я еще Тут не заделал Да Еще там Работы Делать Я уже Прикипел Столько Идей Уже Реализовано Столько Еще Идей Не Реализовано Костя пробует Резкие повороты Лодка Врезается Прям Вгрызается В воду Классно Приятные Приятные Впечатления В общем-то Каких я и ждал От этой лодки По рассказам Владельцев По рассказам Самого ярого Поклонника Твитеркса Григория С Архангельска Он прям Фанат У них там Конечно И вода другая И моря Океаны И он прям За эти лодки Топит Поднимай Отлично Вот выхожу Вот про что я говорил Ну тут конечно резиночка интересная Но если я рассказал Вот здесь неудобно выходить Получается Вот тяжело перескочить Вот это место Тут надо или убирать Или какую-то накладочку делать Для рыбаков Когда семьей кататься Конечно это все здорово Но если для рыбаков Тут надо какую-то защиту Ставить Накладку какую-нибудь Фанерку Или еще что-нибудь Ткань какую-то Не скользяшку Ложить допустим Еще Пару слов На берегу Вот такой корпус 475 По Келеватости Я уже рассказывал Ну раз уж Разговор зашел Вот Все Днище В первых Оно Прозеговано Видите Получается Три зеговки По каждому борту Сам Кель Вот очень такой Ярко выраженный Не знаю Видно Не видно Сам кель Ярко выраженный Днище Листы Днище Они штампованные То есть Они не плоские Они такие Как бы Немножко сферические И отштампованные Именно Под корпус Под Под днище Этой лодки И за счет Видимо за счет Штамповки И зеговки То есть Дно Оно Очень глухое То есть Оно Даже Когда по волне Идешь Не слышно Никаких Там Всплесков Никаких Звуков Хотя Лодка Не запенена А также Заполнена Как обычно Там Вспененным Вспененным Полиэтиленом Вот все Все Вчера Отметили Именно Тишину Корпуса Тишину Хода Корпуса Ну и то Что по волне Он идет Тоже мы там Вчера Восхвалялись Я думаю Все заметили Потому что Нам понравилось По мотору По мотору Максимальный мотор Тут 70 лошадиных сил Здесь стоит 60 лошадиных сил Наверное Самый легкий Мотор В своем Классе Легкий Приемистый Простой Надежный Три года Гарантии Если не ошибаюсь Утахацу Что еще Про него Рассказать Объем У него 860 Кубиков Так Еще Хотел я Сказать Какой У нас Тут Шаг Винта Шаг Винта 14 14 Винт Обороты Как раз Близки К максимальному Корпус Сам по себе Корпус Нескоростной Ну вот Видите Он очень широкий Корпус Нескоростной Мореходный Корпус Средняя Скорость У нас Получается С Этим Двигателем Два Человека Загрузка У нас Получилась Средняя Скорость Где-то Там 51 Км В час Но Опять Я Всегда Всем Объясняю Что Мы Мы Как бы Не Выжимаем Из Лодок Максимальные Скорости Какие-то Там Еще Что-то Мы Просто Тестируем Комплект Замеряем Средние Скорости Примерные Чтобы Нам Для Ориентиров Такой Это Винт Такая Это Лодка Такая Это Загрузка Такая Это Скорость Желающие Могут Заниматься Тюнингом Разгонять Ускорять У меня У самого Так Бывает Когда Лодка Новая Там Что-то Пытаешься Ее Ускорить Потом Один раз Два раза Проехал И Успокоился И Дальше Ездишь Спокойно На крейсерских Оборотах На крейсерских Скоростях И Вот Кстати Для Любителей Поискать Волну На Днище Вот На этой Лодке Эту волну И надо Искать Потому Что Ее Нету То Есть Конструкция Силового Набора Такая Что Нищевые Листы Они Собираются В профиля И Нету Поперечных Проваров У листов Поэтому Они Идеально Ровные Хотя Уже Сколько раз Обсуждалось Да Вот Эти Провары Конечно Когда Есть Поперечные Провары Да Листы Ведет Да Никуда От этого Не деться Но Это Не является Каким То Не знаю Какой То Неисправительный Или Какой То Ухудшением Ходовых Характеристик Но Есть Любители Которые Прямо Это Все Разглядывают Хороший Комплект Эксплуатироваться Он Будет На Красноярском Водохранилище Для Рыбалки Для Отдыха Как Я Выяснил Будет Где-то Там Видимо На Базе Стоять Рыбалка Отдых С Гостями С Семьей Врезается Прям Прям Видно Как она идет Красиво Вон Вон На Полову Кирида Редактор субтитров Корректор А.Егорова